Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию урок на тему калориметрия. Проводится для учеников 10-11 классов. Учитель Капасова Розака Благопарана. Тип урока – комплексное применение знаний, умений, навыков при решении теоретических, также прикладных задач по термодинамике. По содержанию, опять-таки, данная тема относится к блоку «Трудные темы школьного курса химии», к разделу «Элементы химической термодинамики и кинетики». Поэтому необходимо построить урок так, чтобы было активное взаимодействие между учеником и учителем. Основная цель урока – дать учащимся конкретное представление о термодинамике, о ее первом законе, методах измерения количества теплоты, приборах, используемых для этого, границах их применимости и прикладном значении при решении различных задач практического значения. Задачу урока – к образовательной мы отнесли продолжение формирования основных понятий первого закона термодинамики, частного приложения прикладного – это термохимия, и установить взаимосвязь между изобарными и захоронными процессами для расчета теплоты процесса. К развивающей отнесли расширить научный кругозор учащихся о важнейших теоретических моделях, которые используются в термодинамике и в термохимии для расчетов, также расширить способы и набора экспериментальных данных, методы, чтобы лабораторные работы они могли выполнять на данную тему, а также отработки навыков по сбору и обработке справочных и анализу полученных данных. Необходимо развивать умение наблюдать, объяснять химические явления, работать в парах и в группах. Мышление необходимо развивать, способность анализировать, обобщать, устанавливать следственные связи, классифицировать, выделять существенные признаки. Ну и также использовать активно химический язык как материальное выражение мыслей по данной тематике. Обучающие – это повторить изученные темы, продолжить формирование умения решать различные задачи, показать, как и с помощью каких установок определяются термодинамические данные экспериментальных задач. Ну и думаем, что в качестве ожидаемых результатов учащиеся будут способны использовать первичную информацию первого закона термодинамики для решения прикладных задач, решать задачи, осуществлять поиск необходимой информации, то есть уметь работать со справочной литературой, использовать в познавательной деятельности базовые знания в области химии и термохимии. Ну, надеемся, что исходя из этого у них появится стремление к новизне, анализу, повысится уровень владения основными научными понятиями, как равновесной термодинамики, так и экспериментальной термохимии, термохимии, калориметрии для решения различных задач. Необходимо активизировать также межпредметные связи, использовать комплексный подход к рассмотрению энергетических процессов, развивать навыки аналитического мышления, навыки составления термохимических уравнений и решения задач по трем следствиями закона ГЕСА, уметь отражать химические процессы с помощью энергетических диаграмм, воспитывать любовь к умственному труду, повышать интерес к проблемам современного термодинамического эксперимента, вид работы – это устные ответы во время опроса, представление результатов предварительного исследования, составление диаграмм, решение задач по первому закону, групповое сотрудничество, систематизация знаний в блок-схемах различных, анализ информации, попытки установить взаимосвязь. Сегодня мы рассмотрим такие понятия, как химическая термодинамика, повторим, что такое термодинамическая система, в частности, человек, параметры и функции состояния, энтальпия. Первый закон термодинамики – следствие из первого закона, калориметрия, закон ГЕСА, математическое выражение. Тесная связь с физическими, калориметрическими выражениями. Применение к кизобарным и захорным процессам и расчеты по первому закону термодинамики – калориметрические. В качестве активации можно задать вот такую проблемную задачу. Например, человеческий организм в среднем выделяет 10 000 кДж в день благодаря метаболическим процессам. Основной механизм потери этой энергии – это испарение воды. Какую массу воды должен ежедневно испарять организм для поддержания постоянной температуры тела? Если удельная теплота испарения воды – 2260 джоуль на грамм, на сколько градусов повысилась бы температура тела, если организм был изолированной системой, а не открытой? Примите, что средняя масса человека – 65 кг, а теплоемкость равна теплоемкости жидкой воды. То есть все задачи подобного типа решает как раз-таки калориметрия. Но если говорить о слове, как оно произошло, то от латинского «color» – это тепло, и «метрия» – это совокупность методов измерения тепловых эффектов или количества теплоты, которые сопровождают различные физические, химические, биологические процессы. Методами калориметрии определяют теплоемкости тел, изобарные и захорные, ЦПЦВ, теплоты фазовых переходов, плавление, кипение и т.д. Приборы, которые применяются для калориметрических измерений, называют калориметрами. Их конструкция определяется условиями измерений, в первую очередь температурным интервалом и требуемой точностью. Исходя из этого, калориметрия делится на два типа. Первый тип называется прямая калориметрия. Она основана на измерении количества тепла непосредственно рассеянного организма в теплоизолированной камере. При прямой калориметрии достигается очень высокая точность оценки энергозатрат организма, однако из-за громоздкости и сложности способ используется только для специальных целей. Ее производят с помощью специальных аппаратов прямую калориметрию, которые называются калориметрическая камера. Вид этой камеры вот такого конструкции. напоминает как бы комнату. По потолку камеры, вот вы видите, по потолку камеры проходит система трубок с водой. Человека или животное на определенное время помещают в такую камеру. Тепло, выделяемое организмом, нагревает воду в системе трубок, то, что вот мы видим. Измеряет температуру, которая поступает и вытекает из камеры воды. Определяет разность температур дельта Т и количество протекшей воды. Вот это дает возможность получить данное количество энергии, выделенной организмом в единицу времени. По схеме калориметра, то есть мы видим, что продуцируемое организмом человека тепло измеряют с помощью термометров 1 и 2, по нагреванию воды, которая протекает по трубкам в камере 4, количество протекающей воды измеряют в баке 3, через окно 5 подают пищу и удаляют экскременты. Посредством насоса 6 воздух извлекают из камеры и прогоняют через баке с серной кислотой 7,9 для поглощения воды и с натронной известью 8 для поглощения углекислого газа. Кислород подают в камеру из баллона 10 через газовые часы 11. Давление воздуха в камере поддерживают на постоянном уровне посредством сосуда с резиновой мембрамой 12. Показатели, полученные методом прямой калориметрии, точные, но метод этот весьма, как вы видите, сложен, громоздок и, главное, не дает возможность измерять энергетические затраты организма при различных видах деятельности человека, например, езда на велосипеде, работа у доменной печи и так далее. Проще производить расчеты расхода энергии методом непрямой калориметрии. Но непрямая калориметрия основана на измерении количества потребленного организмом кислорода и по следующему расчете энергозатрат с использованием данных о величинах дыхательного коэффициента ДК и КЭО – коэффициент поглощения кислорода, энергозатрат кислорода. Под дыхательным коэффициентом ДК понимают отношение объема выделенного углекислого газа к объему поглощенного кислорода. Источником энергии в организме служат окислительные процессы, при которых потребляется кислород и выделяется углекислый газ, то есть процесс дыхания. Чем больше организм освобождает энергии, тем интенсивнее в нем идут окислительные процессы. Следовательно, тем больше организм потребляет кислорода и выделяет углекислого газа. Поэтому об энергетических процессах в организме можно судить не только по количеству тепла, отдаваемого в окружающую среду, как это делают при прямой калориметрии, но и по количеству поглощенного кислорода и выделенного углекислого газа, то есть по увеличению газообмена. Если использовать данную таблицу, то поглощаемый организмом кислород идет на окисление белков, жиров и углеводов. Для окисления 1 грамма этих веществ потребляется кислорода в литрах белки 0,97, выделяется углекислого газа 0,83. Поглощается при переработке жиров кислорода 2,03 в литрах, выделяется углекислого газа 1,43. Углеводы потребляются для окисления 1 грамма кислорода 0,83 литра, а выделяется углекислый газ объемом 0,83. Количество, которое освобождается энергией в джоулях, при потреблении 1 литра кислорода. Белки, если посчитаем, 18,73 джоуля, при выделении углекислого 23,89. Процесс экзотермический и, естественно, самопроизвольный. Жиры 19,9 при выделении углекислого 27,88. И углеводы 21,21, это при выделении углекислого газа. То есть, при этом, естественно, вы видите, белки, жиры и углеводы распотребляют разное количество кислорода, значит, выделяется разное количество энергии. Далее из таблицы по углеводам, белкам и жирам. Энергетическая ценность, если рассчитать на килокалории на грамм, то есть, надо сказать, что калория – это единица измерения теплоты или энергии, она равна 4,18 джоуля. Потому что это старая шкала, размерность используется редко, только в какой-то пищевой химии для определения килокалорий в диетах различного состава. Ну, а энергетическая ценность продуктов также осталась по этой шкале килокалорий на грамм. Но чтобы у них было четкое представление о количестве энергии, то надо сказать, что килокалорий, одна килокалория – это 4,18 джоуля. Если углеводы на грамм продукта 4 ровно дают килокалорий энергии, то в кислороде сколько тратится, мы видим, и сколько коэффициент поглощения кислорода мы видим на литр, белки 4 грамма рассчитаны, и по жирам вы видите. То есть, эта таблица показывает, что потребление 1 литра кислорода и выделение 1 литра углекислого газа сопровождается образованием определенного количества энергии. Но при этом необходимо знать, какие вещества, белки, жиры или углеводы, окислились в организме. И для этого определяют величину дыхательного коэффициента. ДК. То есть, еще раз, дыхательный коэффициент – это отношение объема выделенного организма углекислого газа, вот вы видите, СО2, к количеству поглощенного кислорода, О2. То есть, дыхательный коэффициент, он различен при окислении белков, жиров и углеводов, а окисление углеводов, например, глюкозы, можем выразить уравнением. Глюкоза плюс 6 кислорода, получается 6 СО2 и 6 воды. Из этого уравнения видно, что при окислении глюкозы число молекул, образовавшихся углекислого газа, и поглощенного кислорода равно единичке. Следовательно, отношение мы это рассмотрим, равное единице. И теперь по видам калориметрии, при температурах от 400 К, граница, естественно, условная и выше, а это называется высокотемпературная калориметрия. А в области температур жидкого азота, водорода и гелия называется низкотемпературной калориметрией. И вот эти результаты калориметрических измерений находят очень широкое практическое применение в теплотехнике, металлургии, в химической технологии. Ими пользуются при расчетах количества теплоты, требуемых для нагрева, расплавления или испарения веществ в различных технологических процессах, для вычисления пределов протекания химических реакций и условий их проведения. Можно дать вот такой проект по химической технологии, например, рассчитать количество энергии, необходимое для нагрева всех видов аппаратов, например, при производстве одной тонны плавиковой кислоты или одной тонны серной кислоты, или одной тонны металлического цинка, или одной тонны меди. То есть любое производство, которое есть в вашем регионе, значит, они могут посчитать количество энергии калориметрические. То есть используется область давления и температур, в которой получают синтетические, например, алмазы из графита, определяют расчетом, а в значительной мере основанных на калориметрических измерениях. Потому что многие процессы требуют огромных температур, что не очень удобно энергетически и в экономическом плане. Поэтому знание калориметрических измерений, теплоемкости, тепло сгорания этих веществ позволяют определять области устойчивости различных минералов, выяснять условия их совместного присутствия, например, в горных породах и так далее. То есть данные низкотемпературной калориметрии широко используются при изучении механических, магнитных, электрических эффектов в твердых телах и жидкостях при низких температурах, а также для расчета термодинамических функций, например, энтропии вещества. То есть очень интересное прикладное значение калориметрии. Например, в биологии калориметрию применяют для измерения тепловых эффектов, которые сопровождают процессы жизнедеятельности. То есть в организме постоянно протекают какие-то химические, физические процессы, эндотермические, протекающие с поглощением теплоты, дельта аж больше нуля, и экзотермические с выделением теплоты, дельта аж меньше нуля. Ну, естественно, последние преобладают, так как протекают самопроизвольно. И с помощью калориметрии показано, например, что один из видов микроорганизмов, например, кишечная палочка, выделяет за час 4 на 10 минус 9 джоуля теплоты. Мышь 420 джоуля теплоты, человек 2 на 10 пятый джоулей теплоты. И для удельного тепловыделения картина совсем иная. Это 1050 джоуль на грамм в час, 21 джоуль на грамм в час, 4 джоуль на грамм в час. Ну, то есть удельное, из размерности вы скажете, что такое удельное тепловыделение. Это количество энергии, например, 21 джоуль, которое необходимо, чтобы нагреть 1 грамм вещества в течение 1 часа. Ну, в качестве вывода могут записать следующие важные моменты, что при измерении теплопродукции организмов их обычно помещают в калориметр. Например, сосуд, где поддерживается постоянная температура. Когда прямая калориметрия затруднена, пользуются косвенными методами, то есть непрямой калориметрией. То есть косвенно теплопродукция организма может быть определена, например, по интенсивности его газообмена. При этом измеряют количество поглощенного организма в единицу времени кислорода и выдыхаемого углекислого газа. И по их отношению, то есть дыхательному коэффициенту, находят количество кислорода, который расходуется в отдельности на окисление белков, жиров и углеводов. Тепловые эффекты соответствующих реакций окислений известны. Это позволяет подсчитать суммарно теплопродукцию организма. То есть, что такое калориметр? Вы теперь уже можете четко сказать, что калориметр – это теплоизолированный сосуд, используемый для измерения количества энергии, высвобождаемый или поглощаемый в результате химической реакции или физического превращения. Он может использоваться, например, для определения измерений внутренней энергии изменений, либо энтальпии для определения теплоемкости. На данной схеме приведен простейший калориметр. Один – это внешний сосуд, два – это термометр, три – калориметрический стакан, четыре – это мешалка, обязательно необходимо перемешивание, пять – это вода, залитая во внутренний сосуд калориметрического стакана, шесть – пробирка с веществом, закрытая пробкой. То есть, судя по этой схеме, типичный калориметрический эксперимент состоит в том, чтобы энергия, выделяющаяся в результате химического превращения, передавалась в воде или самой реакционной смеси, после чего измеряется повышение их температуры. Энергия, которая выделяется в ходе реакции, определяется следующим соотношением. Ку равна С сосуда, константа сосуда, плюс МС, это концентрация содержимого вещества, умножить на разность температур. Ну, Ку – это энергия, которая передается в форме тепла сосуда, его содержимого. С сосуда – это теплоемкость сосуда, масса содержимого сосуда, вода или реакционная смесь. С содержимого – это удельная теплоемкость содержимого, и дельта Т – это разность температур или изменение температуры содержимого сосуда. Ну, для 11 класса, значит, чтобы они могли делать по данной формуле различные расчеты, использовать эту формулу. Например, задачи стандартного типа – рассчитать энтальпию реакции и рассчитать, использовать разность температур реакции, если энергия поглощается, для воды, посчитать, что теплоемкость воды 4,18 джоулей, а температура нагревания от 1 градуса Цельсия. То есть, и вторая реакция наподобие. Дальше, должны сказать им, что энтальпию находят путем деления этого количества теплоты на количество моли реагента обязательно, потому что размер с энтальпией – это кило джоуль на моль. Ну, и тут же также написано, что вот эти все измерения, которые подставляются в решение задачи, они измеряются экспериментально, методами прямой калориметрии, или в калориметрии обычной конструкции, или же калориметрической бомбе. Ну, например, дальше они могут посчитать различные калориметрические расчеты, например, проделать эксперимент при сжигании 0,6 грамм пропана Ц3H8 в воздухе, посчитать теплосодержание в калориметре, если 100 грамм вы возьмете воды при температуре 64,9 по Цельсию. И опять-таки берете постоянную теплоемкость и воды, это 4,18 джоуль на моль кельвин. Дальше можете дать такие же простейшие базовые расчеты или задачи на определение различных органических веществ. Они после того, как прошли органическую химию во второй четверти, они могут такие задачи знать, так как знают формулу органических веществ. Далее предлагается еще 5-6 задач на закрепление данной формулы Q равная mc дельта t. Должны они четко понимать, что такое теплоемкость воды и размерность теплоемкости джоуль на моль кельвин или джоуль на грамм кельвин. То есть это количество теплоты, которую необходимо затратить, чтобы нагреть 1 моль или 1 грамм рассматриваемого вещества на 1 градус кельвина. То есть по физическому смыслу надо определить константу калориметра, то есть количество тепла необходимо для нагревания самого калориметра на 1 градус Цельсия. Ну и понятное дело, что постоянная калориметра постоянно только для данного калориметра, данной конструкции и данного количества жидкости, то есть сколько вы найдете. Потому что дельта h или энтальпия эта величина экстенсивная зависит от массы. Далее, для нагревания калориметра на дельта Т требуется тепла. Значение константы можно рассчитать по массам и теплоемкости тех частей системы, результат которых дает более-менее воспроизводимый результат. Но обычный констант калориметра определяет по калихлор. Теплота растворения его известна, минус 17,51. Для этого вводят калориметр количество тепла, например, калихлор, определяют дельта Т, вычисляют по уравнению значений константы калориметра. А потом уже, зная константу калориметра, в этом же сосуде определяют теплоту или дельта Т для, допустим, безводных солей, кристаллогидратов, чтобы посмотреть, как применяет закон ГЕСа в калориметрии. Обычно это теплота растворения безводной соли. Для определения теплоты кристаллогидрата делают учет на массу кристаллизационной воды. Суть, что измерения калориметрические по определению теплоты гидротации соли проводятся следующим образом. Значит, весь процесс калориметрического измерения состоит из трех стадий. Первая стадия – это индукционная в течение и соль в пробирке закрытой, и сама вода в калориметре. Они должны находиться минут пять, как вы видите по графику, по времени, минут пять при постоянной температуре. Затем, например, на четвертой или на пятой минуте вы высыпаете соль из пробирки и затыкаете пробку калориметра, и у вас происходит, например, рост температуры. И вы должны проводить второй период, вот этот вот, от Тау-2 до Тау-3, это основной период. Основной период длится то время, когда вы визуально глазами видите полное растворение соли. Как только соль полностью растворилась, значит, засекаете время, конечное Тау-3, и еще минуты 3-4 выдерживаете, чтобы в заключительный период дождаться установления более-менее одинаковой температуры, не различающейся более чем на 1 градус. То есть, затем вот этот график выстраиваете по полученным экспериментальным данным. Самый резкий изгиб на данной кривой измеряете методом трех касательных. Касательная одна к наклонной заключительного периода, одна касательная к начальному периоду. И перпендикуляр строите между этими двумя касательными через середину вот этой вот симметричного подъема. И вот это вот как раз будет температура Т2-Т1, то есть вы найдете изменение температуры дельта Т. Теперь при определении вы учитываете, что в процессе опыта калориметр непрерывно обменивается теплом с окружающей средой, то есть отдает или получает некоторое количество тепла. Наиболее простой способ учета теплообмена это графический, то есть то, что я вам показала. Затем через эту точку проводим вертикальную прямую и находим дельта Т. Определив дельта Т, вот она есть у нас в уравнении, в знаменателе, надо рассчитать постоянную калориметра, например, по раствору калихлор. Это постоянная калориметра, КУПЭ, тепловой эффект растворения одного моля вещества калихлора известного, это масса навески, которую вы взвесили на весах, это малярная масса соли по таблице Менделеева, а дельта Т – это изменение температуры, найденное из графика. Ну вот, теперь, зная дельта Т экспериментально, мы можем рассчитать теплоту растворения безводной соли, например, безводной КУПРМСУ4, построить график для определения дельта Т, и показать, что теплота гидротации равна разности между теплотой гидротации безводной соли и кристаллогидрата, то есть перейти к закону ГЕССА. Затем написать отчет о работе, они все это делают и на русском, и на английском языке в 11 классе, заполняют таблицы, выполняют необходимые расчеты для определения постоянной калориметра, теплоты растворения безводной соли и ее кристаллогидрата. Затем составляют термохимическую схему по закону ГЕССА, рассчитывают теплоту гидротации. Используя справочные данные по теплотам гидротации или солиотации, рассчитывают погрешность эксперимента, анализируют причины погрешности и делают выводы по работе. И отвечают, например, на какие-то контрольные вопросы, решают задачи. Закон ГЕССА и следствие из него. В чем заключается калориметрический метод измерения теплоты гидротации соли? В чем физический смысл постоянной калориметра? Рассмотрите термохимическую схему расчета теплоты гидротации медного гупороса на основе закона ГЕССА. Что такое теплота растворения? Почему процессы растворения веществ могут протекать не только с экзо, но и с эндотермическим эффектом? Приближенные измерения изменения энтальпи для реакции в растворах можно проводить с помощью простейшего калориметра, в качестве которого достаточно используется стакан из полистирола. Теплоемкость такого стакана приемлеметра мала, поэтому уравнение можно пренебречь в слагаемом конце сосуда. И это позволяет свести уравнение к более простому виду. Для определения теплоты сгорания использовали в XIX веке калориметрическую бомбу. Ее предложил французский физико-химик Максимилиан Бертло. В ней проводят сжигание испытуемое соединение в атмосфере кислорода под давлением 2-3 мегапаскаль. Это достаточно высокое давление в 20-30 атмосфер, то есть в 20-30 раз больше нашего обычного давления. И в этих условиях происходит, естественно, полное сгорание вещества. То есть калориметрическая бомба это прибор для определения теплоты взрыва, взрывчатого вещества. Калориметрическая бомба обычно представляет из себя толстостенный стальной сосуд объемом от нескольких десятитысячных до пятисотых метра кубического, который герметично закрывается крышкой, снабженной вводами для подсоединения электродетонатора, вентиляции и отбора проб. Современные калориметры позволяют измерить тепловые потоки порядка 10 миллионной доли джоуля в секунду. Этого достаточно, например, чтобы измерить тепловые эффекты химических процессов, проходящих при сокращении мышц крыльев насекомого. С помощью таких точных приборов оказалось возможным определить с очень большой точностью тепловые эффекты множества важных процессов. Например, переходы графит-алмаз для получения искусственных алмазов с теплотой реакции 1,9 кДж на моль. То есть вы, видимо, поняли, что в основе калориметрии лежит закон ГЕСа. Тепловой эффект химической реакции при постоянном объеме представляет собой изменение внутренней энергии, а при постоянном давлении изменение энтальпии. Эти вот равенства в применении к химическим реакциям и составляют суть закона ГЕСа. То есть в 1840 году повторяем, что ГЕС открыл основной закон термохимии и доказал, что не зависит теплота от пути процесса, а зависит только от начального и конечного состояния системы. В качестве вывода можете записать, что тепловые эффекты реакции определяют как экспериментально, так и с помощью термохимических расчетов по закону ГЕСа из уравнений. Разность тепловых эффектов равна работе расширения. И используем известное уравнение идеальных газов. То есть здесь хочется к выводу 1 добавить все-таки практический плюс закона ГЕСа, что закон ГЕСа позволяет экспериментально проводить те реакции, которые осуществимы реально в калориметре. И проделав эти манипуляции нехитрые, можно рассчитать тепловой эффект реакции, которые практически неосуществимы. Вот в этом огромное прикладное значение схемы ГЕСа. То есть, например, вот смотрите, мы можем получить безводную соль сульфата меди, растворить ее и посчитать энергию, выделяемую при растворении вот этой навески. То есть экспериментально можно. Можно взять кристаллогидрат синего цвета, также проделать все эти нехитрые манипуляции и измерить тепловой эффект растворения кристаллогидрата. Но что касается теплотогидратации соли, вот теплоту гидратации экспериментально определить нельзя. Почему? Потому что образуются кристаллогидраты переходного состава. Купромосу 4 на 2 воды, на 3 воды, на 4 воды и так далее. То есть это будет неправильно. Поэтому по закону ГЕСа мы четко и спокойно проделываем два экспериментальных метода по определению теплоты растворения безводной соли кристаллогидрата. Из схемы ГЕСа высчитываем теплоту гидратации соли, которую нельзя провести экспериментально. Можно рассчитать также теплоту фазового перехода, это я вам показывала несколько раз. И таких задач и таких проблем на сегодняшний момент очень много. Особенно законом ГЕСа хорошо пользуются современные институты физической химии и химической физики. А также расчет теплосодержания, тепловых при сжигании жиров, белков и углеводов используют различные медицинские учреждения, занимающиеся различными видами диет и так далее и тому подобное. Но если касается возвращения к нашим целям задач, то тогда здесь необходимо сделать акцент на экспериментальных определениях теплоты гидротации, теплоты нейтрализации между сильными кислотами и основаниями. Потому что очень много задач по интегрированной программе по химии в плане определения теплоты нейтрализации, построения графиков, расчетов и то же самое аналогично по теплоту растворения безводной соли и очень много задач по определению допустим теплоты при прибавлении к металлам цинк допустим различных концентраций серной кислоты или соляной кислоты, то есть выяснение кинетики скорости растворения цинка и скорости растворения допустим металлов в кислотах различной концентрации также построение определения экспериментальные по графику и расчет по известной формуле которую они изучают в курсе физики в разделе калориметрия и в разделе теплоемкость вот надо значит здесь добавить конечно в данный урок 2-3 слайда по опытам которые проводятся в физике по определению теплоемкостей потому что они должны четко понимать что такое изобарная теплоемкость что такое изохорная теплоемкость это в эпархию химиков не входит мы просто берем табличные данные по теплоемкостям и как бы их устанавливаем но в принципе эти опыты очень простые можно сделать лабораторную работу по определению теплоемкости допустим воды значит собираем вручную какой-нибудь простейший калориметр который я вам показывала на слайде простейший калориметр сейчас я вам покажу его вот он простейший калориметр собираем такой простейший калориметр обязательно здесь необходим хороший термометр с четкой видной градацией по шкале градусной затем затем очень плотно закрывающийся во внешнем сосуде лучше всего закручивающиеся вентильные крышечки чтобы не попадал не было оттока тепла в окружающую среду и можно вот с помощью простого калориметра проделать все эти нехитрые манипуляции измеряете постоянную калориметр первое затем измеряете тепло для растворения цинка в растворах кислот разной концентрации ну естественно при перемешивании говорите что процесс твердой соли когда мы засыпаем или когда металлы мы погружаем естественно они твердые реакция протекает на поверхности твердого тела поэтому необходимо равномерное перемешивание в течение всего опыта как предварительного периода так и основного периода пока полностью гранула цинка ваша не растворится и также заключительного периода чтобы построить правильную зависимость температуры от времени вот она у вас температура от времени чтобы правильно рассчитать изменение температуры дельта т и сделать правильные изменения расчеты по определению энергии гидротации или энергии нейтрализации или реакции замещения цинка допустим или другого металла с кислотами различной концентрации то есть вот данная простейшая схема калориметра она может использоваться в бесконечном количестве различных химических реакций но естественно необходимо первое это все-таки определить так как конструкция его известна определить для данной конструкции постоянную сосуды ну и на английском языке очень много и картинок и видео можно сюда добавить показать как эти вещи все проводятся мы так и делаем сначала как вот по западному образцу всю информацию мы им даем учащимся они все это изучают самостоятельно в течение определенного времени затем формируют методику работы как они хотят провести допустим замер этого теплоты которая выделяется или поглощается при той или иной реакции значит обосновывают это все четко определяют все этапы работы планируют результат что они хотят получить и только после этого можно как говорится приступать к выполнению работы техника безопасности при выполнении любой работы необходимо тщательно и досконально знать все этапы выполняемой работы это главное правило чтобы не нарушалась техника безопасности техники безопасности наши западные партнеры также отдают очень большое внимание мы к сожалению на это уделяем но только в начале семестра говорим что необходимо соблюдать технику безопасности но все-таки надо быть очень внимательными потому что здесь имеет место быть горячая вода парообразования и так далее могут быть ожоги всевозможные поэтому перед каждой лабораторной работой необходимо все-таки инструктаж по технике безопасности и краткий пересказ учащимся того что он будет делать и при наличии только этого рассказа можно человека допускать к выполнению данной работы ну любой другой работы если же человек не разобрался то есть мы даем ему дополнительное время чтобы он разобрался и он приходит какое-то свое время и проводит данную работу работает с уравнениями рисует простейший калориметр говорит применение калориметрии дальше можете сказать о человеке или о мыши что это открытые системы которые мы обмениваем с окружающей средой и энергией и веществом поэтому калориметрия имеет естественно как следствие первого закона термодинамики и закона гесса огромное практически прикладное значение в различных областях но самое главное в химической технологии химическая технология это я вам еще раз говорю это огромный пласт всевозможных научно-исследовательских проектов которые когда можно рассчитать все энергетические тепловые потоки при производстве той или иной единицы массы химической продукции то есть это на самом деле можно все эти опыты проводить в лаборатории получать свои экспериментальные данные и защищать данные проекта на очень высоких уровнях разного масштаба как республиканского так и международного я надеюсь что данная тема и данное изложение материала поспособствовала ну какому-то творческому отношению к темам по теме калориметрия но желаю всем успехов если есть какие-то вопросы то все материалы находятся на данном сайте и мою почту вы можете найти Капасова Усть-Каменогорска Ниш-Едуки-З огромное спасибо за внимание до свидания